вам нравятся красивые девушки вам нравится русский борщ как называется этот фильм мне кажется сегодня будет дождь вы на канале школы smart russian меня зовут таня семки и мы начинаем в нашей школе уже больше года работает практический курс где участники каждый день делают какие-то практические задания мы учителя проверяем эти задания корректируем и анализируем ошибки и сегодня я хочу рассказать вам о семи самых популярных ошибках которые делают все студенты в нашей школе ставьте лайк и напишите нам в комментариях какие проблемы возникают у вас когда вы занимаетесь русским языком что вы не понимаете ошибка номер один многие студенты говорят нравится это неправильно неправильно если вы видите слово где на конце комбинация вся или мягкий знак вся то вы можете быть абсолютно уверены что здесь нужно говорить со 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 нравится кажется называется начинается заканчивается открывается закрывается и так далее всегда со ошибка но номер два многие говорят очень многие говорят или я могу сказать все говорят вечером но это неправильно нужно произносить это слово вечером в слове если вы видите безударную букву е она произносится как короткий и вечером то же самое если вы видите безударную гласную о безударная о всегда звучит как короткий вечером более подробно вы можете посмотреть видео на тему безударные гласные ошибка номер три зачем и почему очень многие наши студенты путают эти два слова зачем почему давайте я расскажу вам сегодня как выбрать зачем или почему и так когда вы спрашиваете о цели цель которая впереди цель которая в будущем вы спрашиваете зачем например зачем ты едешь в китай ответ может быть такой я еду в китай чтобы увидеть великую китайскую стену я никогда не видел стену в будущем уже очень скоро скоро я увижу великую китайскую стену это моя цель когда мы спрашиваем о цели которая в будущем мы говорим зачем если мы спрашиваем о чем-то что как мы думаем находится в прошлом например почему ты уезжаешь так рано здесь так весело почему ты уезжаешь в данном случае я спрашиваю о причине что произошло в прошлом ну скажем даже пять минут назад что произошло из-за чего ты уезжаешь я спрашиваю о причине почему ты уезжаешь так рано ответ может быть такой я уезжаю потому что у меня очень болит живот то есть у меня уже болит живот 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 начал болеть пять минут назад и это причина которая уже случилось у меня уже есть эта причина поэтому если мы думаем что причина уже есть она в прошлом мы задаем вопрос почему ты уезжаешь ошибка номер четыре я никогда не сделал этого это неправильно не надо так говорить потому что русский это не английский нет 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 в русском языке когда мы говорим о прошлом если мы хотим использовать слово никогда то формула будет такая я никогда не плюс imperfective глагол несовершенного вида я никогда не пробовал сало или моя бабушка никогда не была на море вот такую работу я и учителя нашей школы делаем каждый день мы каждый день корректируем ошибки участников практического курса вот так объясняем как правильно как лучше сказать где ошибка чтобы вы знали как правильно как лучше приглашаю всех вас на наш практический курс это действительно очень очень хороший полезный курс для каждого для любого уровня чтобы записаться на практический курс в мини группу вашего уровня вы можете нажать на ссылку под этим видео ошибка номер пять просто и простой что-то здесь не так речь идет об ударении многие думают что русское ударение это хаос это кошмар это не так в русском ударение есть много логичных правил и сейчас я расскажу вам одно из этих правил многие знают слово просто просто да вы знаете это слово просто это очень просто говорить по-русски просто и поэтому многие говорят простой делают точно такое же ударение в слове простой как и в слове просто но это два разных слова просто это наречие и простой это прилагательное и в прилагательных действует очень важное правило если прилагательное имеет на конце ой то это всегда ударная часть слова что я имею ввиду слово простой имеет зафиксированное стабильное ударение на ой если вы видите в слове простой на конце ой вы абсолютно можете быть уверены что во всех формах этого слова ударение в конце простой простой простая простое простые простые то же самое будет в падежных формах когда мы изменяем эти слова ну например о простом с простыми нет простого или нет простых простой формах в простой форме например я объясняю вам грамматику и произношение в простой форме мы продолжаем ошибка номер шесть самая популярная ошибка у наших студентов они говорят я не знаю если она хочет работать со мной я тоже не знаю почему нельзя так сказать опять же потому что русский это не английский итак я не знаю если она хочет работать со мной нужно сказать по-другому я не знаю хочет ли она работать со мной вместо слова если в такого типа предложениях мы используем слово ли это слово мы ставим после того слова в котором сомневаемся мы не знаем она хочет или не хочет мы не знаем хочет хочет или не хочет после слова хочет мы должны поставить ли просто потому что ли означает нет это не какое-то китайское слово ли в русском языке означает или нет хочет хочет или нет работать со мной я не уверен нужно ли звонить врачу то есть я не знаю нужно или нет нужно ли звонить врачу и наконец ошибка номер семь очень не люблю эту ошибку потому что каждый день объясняю нашим студентам что знать плюс что-то а уметь плюс что-то делать знать русский язык я знаю русский язык знать русскую историю уметь плюс что-то делать я умею готовить борщ или я умею танцевать танго или я умею красиво фотографировать людей это все на сегодня подписывайтесь на наш канал обязательно нажимайте колокольчик чтобы узнавать первыми о наших новых видео спасибо что вы учите русский пока пока потрясаю